Добрый вечер, уважаемые телезрители. Это программа ТНТ Поиск, программа Прямой Эфир. Я предлагаю вам отбросить все мысли рабочего дня и подумать об отдыхе. А предлагаю вам это потому, что сегодня у нас в гостях представители сферы, которая сейчас очень активно развивается в нашем городе, сферы гостиночно-ресторарного бизнеса. Я вам с удовольствием представляю гостей. Это представители спа-отеля Клевер. Итак, сегодня у нас в студии Оксана Чебелия, управляющей отелем, и Игорь Малаканов, шеф-повар. Так что, как вы понимаете, уважаемые телезрители, у нас сегодня разговор будет очень разнообразный. Мы будем говорить и о том, как отпраздновать какое-то интересное событие в вашей жизни, потому что это не просто отель, но еще и спа-отель, и отель, который располагает сразу четырьмя площадками, ресторанными площадками. Итак, давайте начнем сначала. Оксан, как создавался ваш отель, и почему такое необычное название Клевер? На самом деле, идея создания отеля, она возникает в первую очередь у людей, которые очень гостеприимны, наверное. Нужно очень сильно любить отели, очень любить людей, очень любить встречать гостей у себя для того, чтобы создать отель. И наш отель как раз возник именно с такими побуждениями. Название Клевер, оно такое очень своеобразное, но этимология может быть абсолютно разной. И самое главное, Клевер — это цветок удачи. Все, наверное, знают о том, что четырехлистный Клевер — это цветок удачи. Это большая редкость в нашей жизни, и очень многие говорят о том, что когда находят именно такой цветок, именно такой цветок является логотипом нашего отеля. Загадывают желания. Загадывают желания, да, и все обязательно сбывается. Я хотела бы сейчас совершить такую небольшую виртуальную экскурсию по вашему отелю. Попрошу показать видео. И мы коротко скажем, какие зоны существуют в вашем отеле. И прокомментируйте, пожалуйста, что мы сейчас видим. Сейчас мы увидим спа-зону, в которой находится наша уникальная спа-хамам, уникальная баня Маслова, гидромассажный бассейн, в котором можно очень хорошо отдохнуть, приятно. Баня Маслова — это такое, как я уже сказала, довольно-таки уникальное место в нашем отеле, очень такое здоровительное, массажный стол непосредственно, да, и вот как раз показывают саму баню. Это баня, в которой можно находиться, как и в русской парной. Эта баня, она приспособлена абсолютно для всех. Там можно находиться всем, потому что температура может быть разная, она настраивается. Поговорим об этом более подробно позже, да. Сейчас показывают номер. Это номер студио. А это горничная. Это горничная, которая подготавливает наши номера для встречи гостей. Да, такой просторный. Очень просторный, красивый номер, да. Уголочек для отдыха. Уголочек для отдыха. Это как раз наш ресторан, это зона шведского стола, где наши гости с утра приступают к завтраку. Самое важное в отеле — это шведский стол, это завтрак. И критерии для каждого посетителя, да? Да, да, конечно. Это у нас лобби-бар, где каждый гость может отдохнуть, скушать какой-нибудь десертик, почитать. Где гости могут ожидать заселения в номера. Стойка. Стойка ресепшена, да. Где мы встречаем непосредственно своих гостей наш администратор чудесный Наталья Николаевна. Да, вот есть ощущение, что повсюду простор, комфорт. И, кстати, о здании. Ведь это здание имеет историческую ценность. И вы, как панель, который там размещается, несете какую-то обязанность в связи с этим. Расскажите вот об этом. Мы сохраняем исторический фасад здания обязательно, мы соблюдаем цветовую гамму, которая была при постройке этого здания. И, конечно же, мы следим за нашей территорией, следим за каскадным парком, который находится у нас же на территории. И стараемся, да, задержать все в чистоте, уюте, комфорте. Кстати, я хочу показать тебе вот эту фотографию, точнее, почтовую открытку. Мне подарил один из пожилых клинчан во время одной из съемок несколько лет назад. И я думаю, что действительно вот на этой фотографии, сейчас я вам тоже ее покажу, действительно исторический облик сохранен. И расскажите, вот какие современные технологии, какие современные услуги вы активно развиваете сейчас? Потому что мы знаем, что уже отель существует несколько лет в городе, да? Вы придаете какой-то новый импульс? Да, отель существует уже два года. Он успешно-успешно работал, успешно встречал своих гостей. И вот буквально в этом году мы решили, что отелю нужно дать большой толчок для развития, да? И развиваться в более масштабных каких-то сферах. И мы решили... И мы решили там появиться. Вы решили там появиться. Для начала. Для начала. Молодцы, она и я. То есть вы не клинчане? Нет, мы не клинские жители, да. Я занимаюсь отелями очень давно. Но Игорь, соответственно, очень давно является шеф-поваром, довольно-таки успешным. И так случилось, что мы абсолютно случайно познакомились с отелем «Клевер» и очень успешно с ним познакомились. И надеюсь, что... Ну, сначала Оксана познакомилась, потом позвала меня, потом познакомился Игорь. Да, официальная версия проиграл в карты. Ну, дело не в этом. Ничего себе, какие триги. Да, ну, в общем-то, собственно говоря, мы решили развивать очень сильно направление праздников в отеле, спа в отеле, да, потому что отель все-таки спа-отель, да, и решили развивать очень-очень сильно именно ресторан, службу ресторана, потому что служба питания в отеле, да, потому что это очень-очень важно. Как я уже сказала, даже шведский стол – это такой маленький-маленький критерий в отеле, потому что, когда гость просыпается, он должен чувствовать себя всегда как дома. Когда гость вообще приходит в отель, он должен чувствовать себя уютно. На самом деле, о нас очень много отзывов в интернете, и самый такой главный-главный отзыв – это именно уют. Все пишут об уюте, о том, как уютно в клевере, о том, как в нем хорошо, о том, как в нем светло. На самом деле, это действительно так, когда я первый раз попала туда, мне стало прям светло. Приятно. Да, приятно и светло. И это, на самом деле, наверное, то, зачем человек едет в отель в первую очередь, за тем, чтобы чувствовать себя там хорошо. А когда он просыпается, он идет в ресторан, к шведскому столу, и там уже самое главное, чтобы было вкусно. И там уже вотчина едет. Расскажите, пожалуйста, к чему вы стремитесь, к каким-то, может быть, стандартам, или какой кухни вы придерживаетесь? Я придерживаюсь русской кухни. И в отеле, как бы, планирую сейчас внедрить именно русскую кухню. С 15 мая мы запускаем шатер, ну, вообще, все вот эти четыре зоны, как раз, четыре леска клевера. В общем-то, это четыре зоны, где мы будем работать. Вот, и я буду предлагать блюда, ну, скажем так, в основном сибирской кухни. Я много лет прожил в Иркутской области и в Бурятии, немного на берегу Байкала. Вот, знаком с местной рыбой, с мясом, с продуктами, с дичью, да, с технологией приготовления этих продуктов. И хочу внедрить здесь это. Поэтому, в принципе, приглашаю всех клинчан и не клинчан. Вообще, звучит очень заманчиво. Из каких продуктов вы будете это готовить? Ну, здесь мы будем готовить, будем брать фермерские продукты. Много, да. У вас уже есть какая-то договоренность? Экофермы, экофермы. То есть это не обстракивающие? В Московской области, да. Экофермы Московской области. Мясо, рыба, это прудовые хозяйства, опять же, Московской области. И вполне возможно, сейчас мы выйдем именно на клинское прудовое хозяйство. Форель, там, карп. Давайте посмотрим. У нас есть небольшая подборка фотографий. То, что вы смогли увидеть в вашем отеле. Именно связанные с кухней и с теми блюдами, которые вы приготавливаете. Давайте расскажите нам коротко, о чем идет речь. Это шведский стол. Шведский стол. На самом деле, Игорь очень скромный человек, но он очень уникальный шеф-повар. Это человек, который готовит все сам. Он готовит все абсолютно своими руками. И вот все блюда, которые показаны сейчас на фотографиях, это все его рук дело. Скажем так, я не кабинетный шеф-повар. Это человек, который непосредственно следит за отбором продуктов, который следит за технологией приготовления блюд, который готовит сам, который сам следит за такими мелочами, как непосредственно привоз продуктов. В отеле все состоит из мелочей, в ресторане все состоит из мелочей. И Игорь как раз полностью за это отвечает. Как я поняла из предварительного разговора, что и клинчане смогут не только попробовать блюдо вами приготовлено, Ну, еще и поучиться. Об этом подробнее расскажите. Игорь будет показывать мастер-классы всем жителям города Клина, всем нашим гостям. Эти гости смогут ознакомиться с информацией обязательно у нас на сайте. Мы будем предварительно об этом говорить и сообщать об этом жителям Клина. Да, конечно, в средствах массовой информации. И Игорь будет как раз учить женщин, мужчин. И, соответственно, в преддверии лета я буду делать акцент на барбекю. Блюдо из рыбы, из мяса, из овощей на мангале, на углях. Ну, непосредственно как раз блюда, приготовленные на мангале, да, это такое в преддверии лета, очень-очень важный, наверное, какой-то вопрос, да, потому что скоро все поедут на майские праздники. На свежий воздух. И хотят отдохнуть, да, на свежий воздух. И как раз можно будет отдохнуть у нас, потому что мы открываем четыре замечательных площадки. Четыре площадки. Давайте расскажем, что они себе представляют. Да, одна из площадок, это непосредственно ресторан. Ресторан Клевера, да, в который можно будет покушать. Вторая площадка, это летний ресторан Веранда. Это ресторан с прекрасным видом на реку, на парк, и где можно будет как раз покушать на свежем воздухе. Чего так не хватает у нас в городе. Чего так не хватает, да, в городе. Красивый вид. Еще одна мангальная площадка, которая у нас очень-очень красиво свисает над каскадным парком, очень красиво можно посидеть. На побережье реки Сестра. На побережье реки Сестра. На берегу, да. Это же важно. С видом на воду. С видом, с красивым очень видом. И как раз на всех этих площадках будет такое особое мангальное меню, приготовленное руками Игоря непосредственно. Ну и, конечно же... То есть Игорь один, площадки четыре. Площадки четыре. Как вы будете успевать? Как-нибудь мы успеем. И эксклюзивное ваше предложение. То, что именуется шатром. Давайте посмотрим, что это и расскажем, на кого это рассчитано, на что это рассчитано, где это будет установлено. Вот такое сооружение у нас появится. Да, очень красивый шатер бежевого цвета. Весь текстиль внутри будет бежевый, он будет очень красиво оформлен. Насколько я знаю, в городе такого еще не было. В городе такого еще не было, да. Мы открываем такую достаточно уникальную площадку, шатер, где мы сможем разместить 100-110 человек. О, настоящий банкет. Да, то есть это настоящий банкет. Как раз показываются фотографии с мероприятий, организованных мной. И непосредственно шатра внутри и снаружи. Вот такую красоту можно сделать. Такую красоту можно создать. И уникальность нашей площадки состоит как раз в том, что мы сможем организовывать абсолютно все под ключ. Вот давайте об этом поговорим поподробнее. Что включает в себе вот это понятие под ключ? Мы поняли, есть уже отель, есть уже прекрасная кухня, просторное место. А вот что с программой? Что с программой? Уникальность всего нашего комплекса состоит в том, что человек сможет к нам прийти и сказать, я хочу праздник. И мы абсолютно без каких-либо комиссий, да, абсолютно бесплатно сделаем это для любого жителя Клина, для гостей, которые будут приходить к нам. Потому что у нас в отеле есть все необходимое для этого. У нас есть где пожить, у нас есть что покушать, у нас есть где отметить. И это на самом деле очень-очень важно. По поводу программы мы сможем предложить абсолютно все, что захочет человек. Любые фантазии. Абсолютно любые фантазии, да. Очень-очень давно мы уже работаем с организацией мероприятий. Около 10 лет, наверное, я связана с организацией московских мероприятий по Московской области и непосредственно в отелях. Потому что это очень-очень интересно, когда люди очень это любят. Когда можно приехать, можно отметить что-то, да, и остаться сразу здесь, чтобы утром встать, никуда не нужно ехать, никуда не нужно разъешаться, да, очень комфортно отдохнуть. И вот именно в этом будет уникальность нашей площадки. Мы сможем предложить людям воплощение абсолютно любых желаний. Кстати, вот о банкетах поподробнее из уст шеф-повара. Что будет предложено на банкетах, на праздниках, какие особенности? Ну, опять же, я считаю, что лучше предлагать людям летом – это гриль. То есть банкет – это гриль. Это… я не могу, честно. Рассказать про гриль? Рассказать про гриль. Нет, я могу про гриль. Потому что мы сразу думаем о этих ароматах, о этом вкусе, и сразу хочется попробовать. То есть это будет… это летом будет таким образом ориентированное меню, да? Да, и в остальное, естественно, время, да, шатер мы вообще ставим на все сезонье. Шатер будет стоять и зимой, обогреваться он будет изнутри очень хорошо, поэтому можно не бояться морозов, да, можно не бояться каких-то холодов, дождей. Шатер будет очень хорошо закрыт от непогоды, и даже в дождь, да, можно будет очень-очень хорошо там отдохнуть. Игорь, опять же, скромничает, и у него есть очень расширенное банкетное меню, которое мы сможем предлагать нашим гостям, да, и это очень-очень вкусно, я вот даже говорю, и мне сразу хочется покушать то, что я пробовала, то, что он готовит, и это невероятно на самом деле. Понятно. А скажите, пожалуйста, сейчас, я думаю, смотрят и представители предприятий города, и, может быть, заводов и так далее, на какое количество гостей вообще будут рассчитаны все площадки вместе? Вот, может быть, какой-то большой корпоративный праздник хочет приехать к вам в гости. Вот сколько человек разместится в ваших ресторанных площадках? Да, всего-всего. Мы можем разместить 150-160 человек на всех ресторанных площадках, да, в совокупности. Какая-то часть может остаться у нас в отеле, всего отель, у нас сейчас в отеле 18 номеров, и в скором времени, буквально через месяц, у нас запускается еще два номера, один из них двухкомнатный. Давайте мы чуть-чуть попозже о номерном фонде поговорим, а вот все-таки о еще ресторанном бизнесе, потому что, ну, я считаю, что это очень востребованный и очень открытый вопрос для нашего города. Так и есть. Площадок вы назвали сегодня много, все, во всяком случае, сейчас звучат очень интересно и увлекательно. А для жителей, вот для тех, кто хочет прийти в маленькой компании, вечерком посидеть, может быть, послушать музыку, что вы собираетесь предложить? Мы с удовольствием будем проводить тематические вечера, будем привозить различные группы музыкальные, будем проводить какие-то открытые, возможно, даже художественные выставки у себя в отеле, да, и в шатре. Это очень интересно и очень привлекательно, когда можно и покушать, соединить приятное с полезным, интересным чем-то, да, довольно-таки, поэтому мы будем этим очень-очень увлекаться и приглашаем всех жителей Клина к нам в отель именно вот на такие тематически интересные вечера. Если же люди захотят просто поужинать или просто покушать, это можно сделать уже сегодня, на самом деле. Можно прийти в отель. И оценить качество кухни. Оценить качество кухни, да, поэтому это очень привлекательно. Сейчас весь город, Клин, живет ожиданием фестиваля музыкального, большого события и для города, и для страны. И расскажите, пожалуйста, вы к этому как-то готовитесь? Вы как-то причастны к этому большому празднику? Конечно же. Мы являемся партнерами фестиваля музыкального. Мы непосредственно будем работать с организаторами этого фестиваля и будем принимать их у себя как гостей. Также мы будем, опять же, приглашать их в ресторан. Они будут у нас кушать. И у нас будет специально такое небольшое отступление. Лирическое музыкальное меню обязательно мы введем. И мы... А, уже для постоянных жителей, для клинчан, да? Да, для клинчан. Введем музыкальное меню на период как раз проведения этого замечательного фестиваля, который принимает действительно мировой масштаб, да, такой для Клина. И, естественно, вот именно в этот период мы будем следить за жизнью города и участвовать в ней очень сложно. Очень приятно, когда представители бизнеса думают и мыслят теми же категориями, как и жители, да, и тогда вы находитесь на одной волне. Теперь давайте поговорим вот о самом отеле. Давайте посмотрим фотографии. Мы можем увидеть, что из себя представляет номерный фонд поподробнее. Вы расскажете нам, какой категории принадлежит отель вообще? Отель у нас трехзвездочный. Это сильная, хорошая европейская, европейские три звезды. Все номера и весь отель вообще, в принципе, сделаны именно по стандарту трехзвездочного отеля. И ценовая политика тоже как раз именно вот на трехзвездочный отель рассчитана. В каждом, я смотрю, есть и телевизор, и холодильник. Да, 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 конечно же. В каждом номере есть телевизор, холодильники и... Удобство. Мини-бары, да, все абсолютно удобства для гостей. Абсолютно все приспособлено для уютного размещения в наших номерах. Да. Как я уже говорила, у нас 18 номеров действующих, и два номера у нас готовятся как раз к открытию, к запуску. Буквально через месяц у нас эти номера откроются, и мы с удовольствием сможем принимать еще больше гостей, что очень радостно, потому что действительно вот в такие большие крупные мероприятия хочется принять как можно больше людей и гостей у себя. Да, 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 но, к сожалению, мы не можем... Ну, по бедоначалу, Дарья, поэтому... У нас к нам уже стучатся гости в эфир, и у нас есть звонок от телезрителя. Добрый вечер, мы слушаем вас внимательно. Здравствуйте, вот у меня вопрос к гостям, а, гостям, да? Существует ли в ресторане у вас детское меню, и, ну, есть ли у вас какие-то аниматоры, либо кто-то может заняться с детьми, ну, допустим, пока родители там могут покушать или что-то там отдохнуть? Ой, отличный вопрос. Вот видите, я так и знаю, что у вопросов по ресторанам будет значительно... Больше, да. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно слышать такие вопросы от жителей Клина. На самом деле, да, вы можете прийти по предварительному заказу, вы можете заказать место, заказать ужин, да, и мы с удовольствием предоставим аниматоров для деток, вы сможете оставить их, поиграть, и, да, сами отдохнуть. А детское меню у нас, соответственно, действующее. Детское меню, да, конечно же, действующее, да. Ну, назовите несколько нам блюд из детского меню. Ну, это красиво оформленные стандартные блюда, которые любят дети. Котлетки, сосиски там. Фрикадельки. Фрикадельки. Просто это ёжики, там, колобочки, чебурашечки, там, ну, всё для детей. И, конечно же, сладость. И десерты. А, кстати, об аниматорах. Это в основном игровые программы для детей? Да, это в основном игровые программы. Ну, детки бывают разного возраста, да, конечно же. У нас отель всё-таки по выходным, он превращается в такой семейный отель, да, потому что семьи очень любят приезжать в Клин, очень любят отдыхать с детишками, с маленькими, с подростками, потому что очень много туристов приезжает в Клин посмотреть, сходить в музей ёлочной игрушки, допустим, да, сходить в тот же музей Чайковского. Все очень любят посмотреть на Клин, потому что Клин — исторический город, а Клевер находится как раз в историческом центре, да, и поэтому, конечно же, любят приезжать с детками. И программы могут быть абсолютно разнообразные, да, бывают маленькие детки, которым нужны, может быть, просто няни в тот момент, когда родители хотят отдохнуть, да, допустим, либо это какая-то компания с детишками, да, которые хотят, может быть, поиграть, которые хотят поразвлечься, это могут быть клоуны, это могут быть какие-то аниматоры, детские программы различные, да. То есть на любой возраст можно не беспокоиться, все будут содействованы. Теперь давайте поговорим о спа-зоне, такое увлекательное название, поговорим поподробнее, что вы предлагаете в этой зоне, какого рода отдых, и посмотрим на экран, потому что у нас тоже есть иллюстрация для этого. Давайте. Непосредственно спа-зоне, как я уже рассказывала, у нас там очень интересная спа-хамам баня Маслова, так называемая. Расскажите нам подробнее, что это там. Это очень-очень уникальная баня, уникальна она тем, что туда может прийти абсолютно любой человек, который любит жар, который любит очень щадящую баню. На любое здоровье. На любое здоровье, да, и на любой. Эта баня, она даже не противопоказана беременным, людям пожилого возраста. В этой бане можно отдыхать абсолютно всем. И очень приятно, что можно выйти из бани, как раз окунуться в гидромассажный бассейн, который сейчас у нас на экране. Можно покушать, можно отдохнуть. У нас очень много программ для влюбленных, много различных спа-программ, которые проводит непосредственно спа-технолог. И мы пользуемся очень интересной и очень хорошей косметикой, которую мы везем из Красноярска, мы везем ее из Сибири. Вот это да. Да, это очень-очень приятно. Это продукт. Издалека. Лучше издалека. Издалека, но у нас такое, так называемое, банное сибирское спа, потому что оно очень-очень оздоравливает. Сейчас очень много, очень популярно, очень модно использовать разные термины. Таласотерапия, водорослевые обертывания и много-много прочего. Но все забывают о наших корнях. Мы как раз хотим напомнить о них и хотим больше прибегнуть к таким вещам, как кедровые скрабы, допустим, какие-то кедровые маски для лица. Они на самом деле оздоравливают очень-очень сильно и очень хорошо. И как раз эта баня, она рекомендуется всем. Она очень хорошо помогает и снижению веса, она очень хорошо оздоравливает. Можно просто отдохнуть в ней. То есть ее можно настроить на абсолютно разные режимы. Можно побывать в ней как в русской парной, с жаром, с вениками, с парением, как любим. Можно сделать ее такой щадящей для дам, для девушек. На любой вкус. У нас снова стучатся к нам наши телезрители. Добрый вечер. Мы слушаем вас внимательно. Вы можете задать свой вопрос. Здравствуйте. Я из города Твери подъехал в Крин. Друзья, сколько мне стоимость проживания? Стоимость проживания? Понятно. Вы видите, абсолютно конкретный вопрос. Абсолютно конкретный вопрос. Я дам абсолютно конкретный ответ. Стоимость наших номеров начинается от 2900 рублей и заканчивается 6000. Это номер самой высокой категории, студию как раз, который мы показывали. Вы можете отдохнуть. Пожалуйста. У нас для наших клиентов постоянно существует дисконтная система скидок. При первом посещении мы даем карту гостя. И при следующем посещении у вас уже будет скидка 3%. И чем чаще вы будете к нам приезжать, тем больше у вас будет скидка, соответственно. Я думаю, наши телезрительницы заинтересуются спа-зоной, о которой вы сейчас рассказали. Но не все же готовы отдыхать в отеле, проживая здесь поблизости. Поэтому будут ли у вас какие-то предложения для горожан? Конечно же, обязательно. Мы на самом деле спа-зону открыли как раз для всех. Мы будем рады видеть всех жителей города Клина. Не только гостей отеля мы принимаем у себя в спа-зоне. Мы принимаем абсолютно всех. Можно просто прийти в отель, можно просто позвонить в отеле, записаться на какую-либо процедуру. И как раз отдохнуть в спа-зоне. Давайте еще раз как раз произнесем адрес и телефон, куда обращаться к клинчанам. Мы находимся на улице Попивина, 10, строение 2, недалеко от Советской площади. Номер телефона 8-495-980-11-33. Можете звонить по этому номеру прямо сейчас и записываться на абсолютно любые процедуры. Мы работаем круглосуточно. Наши администраторы с удовольствием расскажут обо всех услугах в любое время суток. А давайте сейчас сориентируем жителей о спа-зоне. Сколько стоит посещение? Вообще сколько человек могут одновременно находиться там? В спа-зоне могут одновременно комфортно находиться до 8 человек. Стоимость посещения спа-зоны зависит от того, какую программу, естественно, выбирает гость. Это можно подробнее ознакомиться и у нас на сайте. У нас там есть абсолютно все программы, все цены. Там есть спа-меню, есть отдельное меню непосредственно кухонное, ресторанное для бани. Есть также наше меню ресторана. Все есть у нас на сайте, вы можете совсем подробно ознакомиться. И, конечно же, про спа хотелось бы отметить, что работает спа-технолог профессиональный. Как раз хотелось бы спросить, что же это за спа-технолог? Да, с ним можно познакомиться, когда люди придут как раз отдыхать к нам в спа-комплекс. И он будет предлагать непосредственно различные массажи, сегментарные, точечные, классические, и просто какие-то расслабляющие массажи, которые помогут отдыху. Я затрагивала тему программ, спа-программ определенных. Очень популярно бывает среди как раз невест, женихов, спа-мальчишники, спа-девишники. Все очень любят такие какие-то штуки. Именно в бане. Очень-очень интересно. Очень любят влюбленные приходить в баню и как раз оздоровление. Очень важный момент это оздоровление. Игорь, скажите, пожалуйста, вы какое-то меню предлагаете специальное для спа? Ведь мы так поняли, что там есть оздоровление, какие-то специальные программы. А технолог, наверное, обладает медицинским образованием? Медицинским образованием, да, есть все дипломы, есть все непосредственно нужные сертификаты, конечно же, без этого. Итак, чем вы подкрепляете это? Я предлагаю как и для людей, которые будут, ну, в общем, и пиво пить, и вести здоровый образ жизни. А, то есть есть альтернатива для спа. Да, для, ну, особенно дам, там, ну, салатики, креветочки. У нас есть очень интересное предложение термос с домашним вареньем, с домашним медом. Такое специальное банное предложение. Мед в сотах. Да, мед в сотах, допустим. Да, да, то есть у нас все направлено в отеле именно на оздоровление, на такое эко-меню. Я уже говорила о том, что Игорь готовит все сам, даже непосредственно какие-то блюда в меню, которые есть у нас, да, колбаски, какие-то йогурты. Все это готовит Игорь сам, действительно. А давайте вернемся как раз к завтраку, шведскому столу. Мы упомянули, что это тот... Самое важное. Да, самое важное, сокровенное, чем останутся сильные впечатления у посетителей. А скажите, пожалуйста, уже включен он в стоимость? Да, да, завтрак включен в стоимость. Это очень такой приятный бонус, потому что завтрак у нас очень-очень расширенный. Обычно в мини-отелях шведского стола не бывает, да, в основе своей. А мы вот сделали такой бонусный сюрприз. Шведский стол у нас включен, он достаточно обширный. Ну, давайте еще раз поговорим все-таки о тех предложениях, особенных летних, которые вы сейчас готовите. Давайте. Давайте. Да, у нас самая-самая как раз главная наша задача этим летом, да, раскрыть вот эту уникальность нашего предложения, нашего шатра, который в скором времени уже будет готов и открыт для работы, для гостей Клина. Ну, вот, собственно говоря, основное. А вот все-таки вы больше ориентированы сейчас для себя. Вы как выбрали, как приоритеты расставили? Это гости города, которые приезжают на один уикенд к нам? Это какие-то большие делегации или делегации по обмену опытом? Может быть, у вас есть какие-то идеи по работе с предприятиями, которые предлагают или хотели бы поселить у вас своих консультантов, которые временно приезжают? Вот сейчас вот есть у вас уже ориентиры? На кого вы больше все-таки рассчитываете? Да, на самом деле у нас есть уже на сегодняшний момент, потому что отель работает достаточно долгий срок, там, уже открыты больше двух лет. У нас есть очень много друзей, очень много предприятий в Клину и в Клинском районе, которые работают с нами, с которыми с удовольствием работаем мы, которые уже имеют определенные бонусы в нашем отеле, которые постоянно живут у нас, которые постоянно проводят у нас конференции. Как раз это тоже очень важный момент, корпоративное предложение для различных предприятий. Мы предлагаем очень-очень много конференций, мероприятий для конференций непосредственно каких-то. Можем предложить очень большие разнообразные программы для тимбилдингов, допустим. Сейчас очень популярно выезжать у компаний за город куда-то или в отели для проведения мероприятий, которые сплочают коллектив и которые обучают коллектив. И как раз мы предоставляем такие услуги для компаний, которые находятся непосредственно в Клину, в Клинском районе, в Солнечногорском и в близлежащих районах. Да, у нас есть еще звонки от телезрителей. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр Бердышев. Я хотел бы узнать у этой замечательной и симпатичной управляющей гостиницы, отеля, ресторана. У меня скоро банкет намечается. Сколько у них вмещается в зале людей, что они могут предложить в качестве того, чтобы я мог на чем-то сэкономить проведение этого банкета. И у некоторых, у моих гостей, есть проблемы с пищеварением. Может ли какое-то отдельное меню быть с дополнением к кисломолочной продукции? Можно вам задать еще сопутствующий вопрос? А в вашем мероприятии оно намечается буквально в ближайшие дни? Или это уже речь идет о летнем периоде, когда появится масса площадок, ресторанных? Нет, это о летнем периоде идет. Через полтора-два месяца примерно. Ну что же, Александр, расскажите нам, пожалуйста, какие возможности есть? Возможности обширные. Сэкономить возможностей тоже очень много. На самом деле сейчас, в нынешний период как раз в стране, мы как раз предлагаем очень много бюджетных, достаточно-таки незатратных вариантов для гостей. Стараемся все мероприятия делать с очень-очень ограниченными какими-то бюджетами, потому что это как раз и есть то самое основное, что сейчас привлекает гостей и людей. На чем можно сэкономить? Можно сэкономить как раз на каких-то спиртных напитках, которые мы разрешаем привезти с собой. И, естественно, это очень-очень выгодно. А что по поводу диетической сбухни? А фигнарные возможности у нас тоже безграничны. Безграничны, да. И если есть какие-то особые запросы... А тем более люди с какими-то заболеваниями, то лучше заранее все-таки мы сядем, обговорим. И я могу предложить кучу вариантов от всех болезней. За какой период вы советуете жителям обращаться к вам для организации праздника? На самом деле, так как мы предлагаем и говорим, что мы можем все и ставим достаточно высокую планку, то, конечно же, мы сможем приготовить мероприятие за любой срок. Если у жителя города есть какой-то срочный-срочный запрос, то мы возьмемся выполнить абсолютно любое желание. Даже если это будет завтра. Да, даже если это будет завтра, на самом деле, да, так и есть. То есть если что-то срочное, мы выполним. Вообще, конечно, хорошая плодотворная подготовка той же свадьбы или какого-то мероприятия, это, конечно, довольно трудоемкий процесс. И я бы рекомендовала обращаться хотя бы за месяц. Хотя бы за месяц, чтобы, во-первых, дата была свободна, потому что я думаю, что лето это такой достаточно высокий сезон, популярный период. Свадеб очень много. В основном, конечно, лето это свадьбы, это молодожены. Все очень любят отдыхать на природе. А, кстати, о свадьбах. Вы предлагаете такую услугу, как выездные регистрации? Да, конечно. По поводу свадеб здесь у нас подготовлено все очень-очень профессионально, очень полномерно. И свадьбы мы можем организовывать абсолютно любые, так же, как и все, в принципе, мероприятия на любой вкус. Выездные регистрации, банкеты, шары, не шары, цветы, флористическое оформление, абсолютно все, что угодно. И у нас есть очень приятный бонус для молодоженов. Номер мы дарим в подарок. То есть номер для молодоженов мы дарим в подарок. И также еще очень популярная услуга сейчас. Это номер для сборов невесты. Очень любят невесту утром собираться именно в отеле. И сейчас в основном все молодожены любят зарегистрироваться заранее, а потом уже проводить выездные регистрации. Это сейчас стало очень модно, очень популярно. И, кстати, сказать очень умно. Потому что... Удобно. Очень удобно, да. Потому что можно остаться в отеле на ночь, утром проснуться, не торопясь, никуда. Для девушки, для невесты очень важно позавтракать. Как мы поняли, любимые гости. Да. Мы привезем стилиста непосредственно в отель. Он там все подготовит. Подготовит невесту, подготовит жениха. Проведем фотосессию. Отвезем куда-то на фотосессию, если это будет необходимо. Можем предоставить лошадок, кареты, абсолютно все, что угодно. У меня только один вопрос. Телезритель просил еще раз, точнее, сколько человек может быть приглашено на банкет? Шатер вмещает 100 человек. То есть мы абсолютно комфортно можем разместить там 100 человек. Если мероприятие требует большего количества гостей, то тогда мы подумаем, какие-то индивидуальные... Это будет индивидуальный заказ, мы что-то обязательно придумаем. У нас есть еще звонки от телезрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос к управляющей. Да, пожалуйста. А организовываете ли вы свадьбу под ключ? Да, мы как раз говорили об этом. Как раз об этом и говорили. Да, мы говорили о том, что мы организовываем свадьбы под ключ. Вы можете прийти к нам в отель, и мы сделаем абсолютно все для вас. Начиная от приглашений, начиная от свадебных дорожек, выездных регистраций, заканчивая артистами, ведущими и всем прочим. Причем, что самое приятное, я тоже уже об этом говорила, мы делаем это абсолютно без всяких комиссий, потому что это моя работа непосредственно. А все-таки сколько она может стоить, такая вот свадьба под ключ? У нас есть различные пакеты, и бюджет свадьбы под ключ у нас в отеле начинается от 200 тысяч рублей. Это в среднем. Вообще банкет, он может начинаться примерно от 2000 рублей на человека по меню. На самом деле все абсолютно индивидуально, и нужно обсуждать. И мы готовим абсолютно все. Абсолютно все подготавливаем под индивидуальный заказ. Из вашего опыта, самого неожиданного или невероятного гостя, который вас просили пригласить на какое-то мероприятие, на праздник, на корпоратив? Вы знаете, для меня уже нет ничего невероятного. На самом деле мы работали с различными, со звездами шоу-бизнеса российского и зарубежного, поэтому мы можем пригласить абсолютно кого угодно неожиданных. Я не могу называть каких-то имен, но работали со всеми. Работали со всеми, да, поэтому если вы захотите заказать какую-то зарубежную, возможно, звезду или звезду мирового масштаба, или певца российской эстрады, никакого труда для нас это не составит, и мы сделаем все, что вы хотите. Может быть, вы захотите, чтобы это была какая-то группа, которая исполнит мировые хиты. Абсолютно все, что угодно. Вот такие невероятные возможности предоставляет нам новый отель «Клевер». Уважаемые телезрители, мы прервемся буквально на пару минут. Реклама пройдет очень быстро. Итак, мы в прямом эфире. Сегодня мы говорим с гостями, представителями спа-отеля «Клевер». Напоминаю вам, что уже очень многое мы рассказали о том, какие возможности предоставляет этот отель. Но мне хотелось бы остановиться вот на чем. Есть будние, есть выходные. В будние у вас в основном командировочные? Кто к вам приезжает? Да, в основном в будние дни приезжает очень много людей в командировки. В Клину находится очень много-много предприятий. И как раз я уже говорила, что у нас есть очень много друзей-партнеров, которые как раз останавливаются именно у нас. У нас есть конференц-зал. На сколько мест? На 35 человек, где мы можем проводить какие-то мини-конференции с кофе-брейками, с кофе-паузами. Обучение. Да, фуршеты, мини-фуршеты различные. И как раз ресторан внутри отеля, который рассчитан на 30 человек. И осенью мы планируем расширить его. То есть там можно провести деловые переговоры? Можно провести деловые переговоры. Можно провести маленькой уютной компанией какой-то вечер, даже в будний день. А выходные как раз, конечно же, это уикенд, это семейные выходные, семейные приезды какие-то, детишки. И как раз... Но у нас в городе, в районе, в соседних городах есть что посмотреть. Вот какую-то экскурсионную программу могут ли предложить ваши специалисты для посетителей? Да, конечно же. Да, мы говорили уже о том, что мы можем предложить много экскурсий по городу Клину непосредственно. И как раз такие интересные какие-то обучающие вещи, обозревательные экскурсии по Клину. Что очень интересно для людей, которые приезжают из других городов. Прекрасно. И давайте вернемся к вопросу о мастер-классах. Все-таки я думаю, это будет очень интересно многим клинчанам. Вы спрланируете работать со взрослым населением или с детьми? Какие планы? Приоткройте нам свои... Ну, я могу проводить мастер-классы с людьми от года до 80. Вот так вот. Да, причем с удовольствием буду и с теми, и с другими. И хочу людям вот как бы сейчас вот на камеру предложить не стесняться, звонить, обращаться. Я могу давать также консультации в принципе и по телефону. Даже так, просто вам можно позвонить и сказать им мнение, и в любом случае не получается. Да, я хочу как-то замариновать там мясо вкусное, я хочу пожарить на углях рыбу какую-то. Я готов просто взять и рассказать. Ничего себе бесплатная консультация. Но под честное слово, что эти люди все-таки посетят нас и попробуют кухню. У нас тоже они только будут задавать вопросы по телефону. Понятно. А вот детишек, где вы сказали там от года, ну, конечно, это такой маленький возраст. Все-таки с детьми что можно приготовить на мастер-классы? Все, что угодно. Праздником что-то вы готовите? Главное не давать в руки нож и не пускать к огню. Остальное все. Будут у вас какие-то тематические мастер-классы? Они будут все связаны с русской кухней или будут какие-то разные направления? А я думаю, по желанию гостя. Мы будем делать различные мастер-классы. Хоть и кунстку попросят, покажу. Можем сделать все, что угодно. Да, русская кухня это такое, да, ну, мы прибегаем к русской кухне и делаем упор на русскую кухню, потому что сейчас такой период патриотизма в стране, да, поднявшись, это, конечно, очень-очень-очень важно, потому что русская кухня, она на самом деле очень-очень вкусная, если... И она самая сложная, что очень интересно, да, русская кухня действительно самое сложное в приготовлении. Особенно сибирская кухня, которую мы предлагаем. Расскажите, что такое, коротко, блиц, что такое сибирская кухня? Коротко, блиц, сибирская кухня, она в основном завязана на сибирских продуктах, которые мы сюда будем поставлять. Это сик, это хариус, это омуль, это, возможно, оленина. Ну, невозможно, а скорее всего. Мы еще подумаем. Если гости будут готовы, то это будет все, что угодно. Лосятина, оленина, дикое мясо, любое. Сейчас у нас осуществляются поставки рыбы непосредственно с Байкала, да, и с Иркутской области, да. Поэтому у Игоря есть парочка таких фирменных блюд, сикпо-баргузинские, еще несколько разных очень вкусных, именно сибирских. Они все фирменные. Все фирменные, все собственные. Все парочка, да. Игорь, Игорь, поделись, пожалуйста, секретиком каким-нибудь со зрителями. У него очень много таких вот за пазухой, да, есть вещей. Я думаю, что хозяюшкам будет очень-очень интересно послушать что-то. Абсолютно в каждое блюдо, даже в мясо, я добавляю сахар. Всегда? И все всегда удивляются. Ну, тот, кто смотрит. Я сразу предупреждаю, это касается мастер-классов, потому что даже в шашлык пойдет сахар. Будет немножко слаще. А фигура? А как же фигура? Это будет розниковый сахар, а не белый рафинированный, да. Лето, 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 десертики. Ну, давайте напомним телефон, по которому буквально, я думаю, с сегодняшнего дня начнут поступать вам звонки от наших хозяйших, которые будут просить приоткрыть тот или иной рецепт тайного. Хорошо. 8-929-513-8913. Вы готовы отвечать в любое время суток, или все-таки есть некоторые ограничения? Я готов всем отвечать с 8 утра до 12 ночи. Кстати, мы говорили о ресторанах, о площадках. Как они будут работать? Площадки будут работать, они работают круглосуточно, абсолютно все площадки, ночью они работают по предзаказу. То есть если у нас есть какой-то заказный ужин очень поздний, то, естественно, мы готовим. Ресторан до которого часа может посетить? До последнего. До последнего гостя. То есть в любом... Да, ресторан работает до последнего гостя. Ну, я прошу вас еще напомнить разок адреса, телефоны, те, которые вы называли до того. Улица Попивина, 10, строение 2. Это непосредственно местонахождение нашего отеля. И номер телефона 8-495-980-1133. И хотела бы еще вернуться к вопросу о каскадном парке. Вот приоткройте тайну, что же это такое? Каскадный парк это чудесный, роскошный зеленый парк, на который открывается вид у нас из номеров и непосредственно с наших чудесных летних площадок как раз. Это парк, который спускается к реке Сестра. То есть вот за эти годы вы разбили парк на территории прилегающей... Каскадный парк это такое выражение, которое описывает как раз склон... Просто перепад. Склон, да. Каскадный склон, который мы облагородили и красиво украсили. Да, и летом, конечно же, он будет очень красивый и зеленый. То есть изначально это природное сооружение, которое уже потом... Конечно. Вы приупреждали. Мы приупреждали. А вот если вернуться к исторической фотографии, мы же помним, что рядом с вашим отелем находится часовня. Часовня, все верно. А какова ее нынешняя судьба? Вообще сегодня она функционирует? Конечно. Несколько слов об этом. Часовня функционирует. Это тоже очень большой плюс, о котором мы рассказываем молодоженам. Потому что можно и обвенчаться в этой часовне. Действующая. Уютная, очень замечательная. И наш отель принимал непосредственно участие в реставрации этой часовни, восстановлении ее. И она сейчас действует. Она очень уютная. Мы тоже с радостью и с удовольствием пригласили бы гостей Клина в нее. Потому что она очень красивая, очень живописная. То есть там проходят службы? В какие часы работают? Когда она открыта? Часовня работает с 11 до 17.00. Можно посетить ее. Вы сказали о венчаниях, о крещении. Да, и крещении. Вот еще один вариант для гостей приехать к вам на такие крестины и отпраздновать тут же и рядом. Итак, давайте мы напомним все направления, которые сегодня предлагает СПА «Тель Клевер». Давайте. СПА «Тель Клевер» на сегодняшний день предлагает СПА-услуги непосредственно. Да, целый комплекс, как мы поняли сегодня. Целый комплекс ПА-услуг, да, здоровительных и на любой вкус. Для любого здоровья. Великолепную кухню. Великолепную кухню с великолепным шефом поваром. Это правда, да. Русскую кухню по большей части. Русскую, очень вкусную кухню. Да. Непосредственно проживание, так как мы отель, проживание очень уютное. Да, и наши уникальные площадки, которых кляну до этого не было, и которые мы постараемся очень-очень плодотворно, массово развить и привить эту культуру интеллигентных мероприятий, интеллигентного проведения свадеб, банкетов, каких-то дней рождения, возможно, да, и конференций на нашей территории отеля. Ну, у каждого из вас есть буквально по несколько секунд, чтобы, обратившись к нашим телезрителям, пригласить к себе в гости, пригласить к себе на кухню, в ресторан, в отель. Ну, вы уже за меня все сказали. Хорошо. Уважаемые клинчане и гости города, я приглашаю вас на кулинарные торжества, на праздник желудка. Гурмана. Гурмана. Гурманы. И, как мы уже говорили, просто хозяйки и люди, которые вообще мечтают либо научиться… И овладеть этим мастерством. Да, и овладеть изначально, либо что-то подкорректировать в своем сознании. Найти новые приемы какие-то, да? Да. Так и есть. Я с радостью и с удовольствием приглашаю всех жителей города Клина к нам в отель. Мы вас очень гостеприимно встретим и выполним любые ваши желания, фантазии, воплотимых. Приходите к нам, приезжайте, пожалуйста. Мы будем рады видеть всех. Будем стараться поддерживать этот уровень качества, которое сейчас уже есть у нашего отеля. Я благодарю вас, что вы потратили на нас время, рассказали нам о всех возможностях, которые, я думаю, клинчане с радостью используют. Я надеюсь, уважаемые телезрители, что вы настроились на отдых благодаря нашей программе и теперь знаете, каким образом организовать свой досуг. Всего доброго, до встречи, до свидания. Продолжение следует...